За несколько часов до концерта солисты вместе с продюсером Тимуром Ведерниковым просматривают тексты песен и готовятся выйти на сцену. Чтобы оказаться на Саровской земле, многие участники проекта «Десять атомных песен» преодолели тысячи километров. Елена Максимова руководит вокальной студией в далеком Новоуральской Свердловской области. Ее воспитанницы участвовали в съемках трех клипов проекта. Мне кажется, самая главная идея проекта в том, что он консолидирует людей, вот именно вот этих закрытых городов. У него прекрасный резонанс, его смотрят, его наблюдают, он нравится, его отмечают очень многие известные люди и люди, которые живут в городах. То есть какая-то радость пришла с этим проектом к нам. Города присутствия госкорпорации «Росатом» известны россиянам своими высокотехнологичными производствами и промышленностью. Творческий проект «Десять атомных песен» призван рассказать всей стране еще и о том, что в небольших, зачастую закрытых городах живут творческие, талантливые исполнители и коллективы. Этот проект уникален тем, что в нем органично то, что в любой другой момент казалось бы эклектикой, потому что это такое, как мозаика такая, как лоскутное одеяло. И все, что ты туда кладешь, если это сделано со вкусом, а мы очень старались, когда мы записывали и снимали каждого исполнителя, найти его изюминку, которая его показывает, делает его интересным. Тимуру Ведерникову удалось соединить в одной композиции солистов и музыкантов самых различных жанров – от народного до эстрадно-джазового. Глобальный творческий проект охватил 18 городов в присутствии атомной промышленности и порядка 400 участников. Показываем всем миру, что такое закрытые города, какие здесь люди, что это не только мирные атомы, это хорошие, добрые, открытые, веселые люди, которые живут своей какой-то человеческой жизнью. В проекте звучат известные на всю страну и любимые россиянами песни, которые обрели второе дыхание. Часть из десяти композиций отобрали в ходе голосования среди жителей атомных городов. Это огромный бесценный опыт, очень много знакомств. И на самом деле это такое счастье иметь единомышленников, общаться с ними. И главное – видеть, что не только ты занимаешься творчеством, и что не только ты ценишь творчество так же и посвящаешь эту жизнь именно музыке, искусству. Более подробно о концерте проекта «10 атомных песен» смотрите в ближайших выпусках новостей и в программе «Живой звук» на канале 16. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.